привет всем сегодня очередной день мы едем за покупками мы собираемся делать праздник детям нашим русскоязычным по традиции вот делать елку с дедом морозом у нас есть такие большие любители деда мороза снегурочки с костюмами со всеми прибамбасами вот мы собираемся на елку елку будем проводить у меня дома в аресива и сегодня мы едем закупать все что нам не необходимо с меня салат под шубой селедка под шубой благодаря маме потому что если бы не моя любимая мама мы бы сидели без селедки но вот благодаря ей спасибо мамуля а значит с меня селедка под шубой и делаем все остальные салатики по традиции каждый приносит свое и вот едем сегодня мы едем в walmart это местный супермаркет и так как вы уже мне начали посылать вас свои вопросы и как ни странно один из первых вопросов это цены вот сегодня я вам покажу какие здесь цены так ориентировочно чтобы вы прикинули ну ладно идем это мой ближайший супермаркет поэтому я здесь всегда шопишь идем дальше вот цены на молоко обезжиренное до синяя красная это уже различаем по цветам один галлон 570 это три с половиной литра так берем один здесь я вам покажу секретный ингредиент всей местной кухне от называется софрито креоли и это вот такой микс разных вот тут например смотрите тут лук чеснок перец насчет соков здесь очень сложно потому что практически все идет с концентратов и с красителями и натуральный соков вот единственная ну может быть одну или две марки можно найти все остальные все напитки но она номеровая диван я нечаянно этой женщины забрала ее тачку и везу как будто бы своя она мне говорит не забери у меня еще раз в тачку но не буду уже смотреть нужно внимательнее и везде можно найти вот такие вот жареные бананы поджаренные можно сказать они сладкие сладкие поджаренные бананы две пачки за 5 долларов в принципе можно самим сделать дома но тогда лень быть не национальной кухне это вот белый рис с фасолей вот смотри пакет риса здесь 1 и 3 кило стоит доллар здесь рис они могут есть на завтрак обед и ужин это это просто как у нас допустим картошка мы все готовим с картошкой а у них все с рисом овощи я все-таки стараюсь покупать у местных фермеров я не люблю покупать их магазинах потому что большинство при но привозят они вот такое и это прибывает сюда зеленая и уже подходит здесь а у фермеров прямо вот свежие ну допустим апельсины здесь не растут не знаю почему сейчас подожди что нам еще нужно давайте вам здесь тоже цены под вот это ананас целый ананас 298 капуста 80 87 центов это за паунд слушай мышь капусту засолить все эти цены за паунд зелень 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 помидоры отвратительные вот эти вот помидоры эти они просто невкусные я потом другие покажу помидоры которые берем а вот эти у них здесь какая какая суть в этих пакетах три помидоры 1 зеленая 2 по спелей и 3 спелая то есть когда вы покупаете то есть чтобы помидоры у вас доспевали дома вот так вот вот до чего я хотела дойти но как где мой укроп мой домашний укроп он у меня завял я уехала на пару дней варить его и он у меня завял нужно новый сажать никому ему было короче малюсенький пучок укропа 287 это очень дорого я считаю и вообще здесь вся зелень 34 весточки вот розмарин time вот эти вот травы душистые они очень дорогие здесь нужно покупать или сухие или сажать самим большом супермаркете я все-таки не нашла свеклы и я приехала вот в такой вот маленький ларек здесь на каждом углу это местных фермеров помисо тени рима лача но и надо нола а эти бананы они смотрятся как гнилые но они на самом деле уже спелые чтобы их пожарить получится такие бананчики как в карамели вкусные вот так всего по чуть-чуть здесь продают даже гамаки супер две такие свеклы красивенькие за 275 идем готовить только поставила мне уже пахнет селедкой под шубой ммм 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 ммм